Девушки отдыхают Вкуснее, сочный, мраморный говядин Разве что нежная кара молодого ягненка с гранатовым соусом Перед карой молодого ягненка не устоит никто Ну, если, конечно, вам не предложат хорошо прожаренный стейк Неужели кто-то может отказаться от этого чуда? Скажите, а нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского? Ну, вегетарианец? Я тоже Правда? Есть люди, которые никогда и ни за что не предадут мясо А где мясо, бабушка? Мясо будешь дома есть А у нас тут полезный вкусный завтрак Перлока Как в лучших домах Парижа Приятного аппетита Девушки отдыхают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дебилы, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Народ! Представляете, к нам пришел вегетарианец. И он просит, чтобы приготовили рулетики из баклажанов, из говяжьего паштета, но без говяжьего паштета. А, ну-ка, отнеси ему, пусть ест, потому что я такой фигней заниматься не буду. Или, может, ему еще котлеты сделать из огурцов? Ха-ха-ха-ха. Максим, приготовишь рулетики? Ну, пожалуйста. А я за это обещаю не стирать вещи бездомных в нашей стиралке. Умеешь уговаривать. Ладно, положу вместо говяжьего паштета грибного. Иди. Спасибо, Максюш. Смотри-ка, не до повара будет готовить не до рулеты. СМЕХ Ладно, я пошутил. Вы, Баринов, пиццу заказывали? Я да-да-да-да-да-да-да-да, родимый. С вашей шестьсот рублей. Держи пищу. Для тебя ничего не жалко. Спаситель. Спасибо. Всего доброго. Э-э-э, человек, а пицца где? Так вы забрали на входе, сказали, вы расплатитесь. Спасибо вам за вкусный обед от всего персонала, Виктор Петрович. А тут перловка, вот, достала уже. Это моя пицца. Мясной ассорти с каперсами и ветчиной. Не взяла. Отдайте. Вам противопоказано. А если соберете в следующий раз пиццу заказать, то попросите курицу с ананасом, а? Это моя любимая. Это вы что вы-то делаете, а? Да вы-то решили, вегетарианцы, нормальной едой накормить. С мясом. Куда это у шефа нет, сразу беспредел начался. Прямо как у нас в Киргизии, когда баки раскинули. Только у нас наоборот мясо пропало. Айнур. Иди, а. Иди. Что вы-то столпились-то? Там сейчас вегетарианец, мясо будет есть. Как мясо? Вы что, и шаки? Что ты паникуешь? Эти вегетарианцы понтуются больше. На самом деле сейчас съест рулет с мясным паштетом, даже не заметят ничего. Еще спасибо скажешь. Идиоты, а. Согласен, вегетарианцы те еще идиоты. Макс, ты такой молодец. Гость в восторге от твоих вегетарианских рулетиков. Ну еще бы. Ведь любое вегетарианское блюдо вкуснее с мясом. Молодец. А ты знаешь, я на месте этого вегетарианца был бы только рад. Заплатил за рулеты с грибами, а мне туда мясо подсунули. Офигенно. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. А что это вы через задний двор шифруетесь, что ли? Здорово. Какой-то журналюга меня пасет. Вчера на корпорате увидели, что я с солисткой серебра обнимаюсь. О, сегодня в каждом ларьке семью мою радует. Знали, что у нас с Кристиной проблема. А, сволочи. Из серебра. Круто. В смысле, вот уроды. Шакалит? Шакалит. Я даже готов людям денег заплатить, чтобы парни убрали. Я говорю, готов каким-нибудь людям в одинаковых куртках денег дать, чтобы парни убрали. Просто припугнем, да? Да, не дрейфь, просто припугнем. Нафига нож-то? На всякий случай. На какой случай? Если тебе хлеба вдруг внезапно нужно будет нарезать? Договорили же, просто припугнем. Хватит болтать уже, пошли. Давай, ты иди, я на шуте. Че? Да ничего. Ну иди давай. Ребята, че вообще происходит? Вы что такие? А? На помощь, люди! Да тихо, тихо ты, тихо, ты тихо! Ты че наделал-то? Ты нафига свой меч-колоденец-то достал? Припугнуть хотел немного. А нафиг ты его вырубил? А что нам капец? Нас же посадят теперь. Ты зачем его трогал вообще? Ты видел, он в карман полез? Может, у него там ствол положил бы нас обоих и все. Придурок, придурок, зачем же я пошел с тобой? Где у него пульс-то? Живой, нет? Не, не живой. Федь, он не жив? Не, живой вроде. Все, я больше так не могу, я сдаюсь. Заткнись, понял. Ты че хочешь следующие 10 лет? Баланду готовить? Нет. Ну ты заткнись и сиди спокойно. Вон, видишь, у него фотик. Сейчас посмотрим, что там. О! Ты дебил, что ли, это удалить надо? Удалил. Феденька, а что теперь будет, Феденька? Платит скулить. Как говорил наш капитан, поздно драпать, когда акулы ноги доедают. Значит так, выходи из машины, сейчас спрячем его, а там решим. Федь, 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 а можно я домой пойду? Вышел из машины. Пожалуйста. Сейчас как-то я понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Лёва. Лёвушка, родной, привези мне нормальной еды, а то и тут загнусь. Какой-нибудь стейк побольше и пожирнее. Виктор Петрович, даже учитывая, что за минуту вы сказали мне больше ласковых слов, чем за последние три года, вам все равно нельзя стейк. Я звоню врачу и знаю, что у вас сегодня на обед молочный суп и перловая каша. И поверьте мне, что такое питание для вас лучше. Все, у меня очень много дел, я не могу говорить. Иудо. Предатель. Брут. Быстро. Алло, Федя, срочно привези мне в больницу стейк. Самый большой, жирный, какой только есть в ресторане. Шеф! Не могу говорить. Очень занят. Раскружаю телятину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все меня предали. Прошу хоть первый этаж. Здрасте всем. Здрасте. Дмитрий Владимирович. А? Ну, в общем, мы решили вашу проблему. Ой, молодцы. Какую? Помните того журналиста, который за вами следил? Вы его больше не увидите. Молодцы. Спасибо, ребят. А, правда, возникла другая проблема. Проблемка. Маленькая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что, дебилы, что ли? Дмитрий Владимирович, вы только так не нервничайте, а то я еще больше нервничать начинаю. Правда? Что это, дураки, зачем вы его сюда-то притащили, а? Он же потом напишет об этом, а? Потом опять напишет, только уже в полицию. А мы хотели здесь поразмыслить, что с ним делать. Правда? Мыслители. Значит, сейчас его отсюда вытащить и оба назад вернутся. Если кто-то спросит, дескать, а мы не при делах, мы понятия не имеем, где он там шел-шел, да? Подскользнулся, упал, башкой треснулся. И все себе это придумал, чтобы пропиариться за счет нашего ресторана, чтобы статейку написать в свою вонючую газетку, ясно? Дмитрий Владимирович, давайте я постою на шухере, пока вы с Федей будете его там... Нет. Нет. Вместе поедем. А то вы еще кого-нибудь там упакуете, а мне потом отвечать. Макс, к нам снова пришел Андрей Федорович. Ну, вегетарианец. Заказал такие же рулетики, как в прошлый раз. Так что заказ на тебе. Хорошо, этих двух идиотов нет. Нормальное вегетарианское блюдо получится. Да, хорошо, что этих двух идиотов нет. Хватит человека бесплатно мясом кормить. Не-не-не-не, я сам жрать хочу. Ну ладно, ладно. На. Комплимент от шефа. А спасибо. Держи вегетарианские рулетики. Но если увидишь Сеню и Федю, близко к тарелке не пропускай. Их ты чего, это меня надо бояться. Такие аппетитные рулетики, сама бы их съела. Да чего я не боюсь. Наоборот, рад, что у нас появился еще один постоянный клиент. Тем более вегетарианец. Ты серьезно? Конечно. Лишь бы деньги платила настоящие, не вегетарианские, из Монополии. Очень смешно. Здравствуйте. Здравствуйте. Сержант полиции Мастич, можно ваши документы? Граждане полицейские, у меня нет с собой документов. Ну, раз все документы проедет для выяснения личности. Да вы что, господа полицейские, какое выяснение? Я шеф-повар ресторана Клод Мане. Виктор Баринов? Ага. Шеф-повар жрет хот-дог и ходит в тапочках. Еще скажи, мэр Москвы, сандальник ездит на метро. Все, поехали, в отделение разберемся. Дмитрий Владимирович! Ты что? Он же слышит все. Тамара Петровна, можете его вырубить? О, Тамара Петровна! Он меня узнал! Он меня узнал! Господи, он меня узнал! Его нельзя здесь оставлять. Бери его, Тамара Петровна! Эй, эй, погодите, товарищ полицейский. Я имею право на телефонный звонок. Позвоните Дмитрию Нагиеву. Он хозяин моего ресторана. И он подтвердил, что я это я. Ну что, Серега, ты думаешь, этот бомж знает Нагиева? Значит, давай для прикола позвоним. Для прикола. Диктейная. Все семерки. Да ладно? Да! А может, он сейчас солисткой серебра, а? Ну ладно. Да, Зайенька! Это сержант полиции Мастич. Это Дмитрий Нагиев. Нет, это не я. Нет, это не он. Вы ошиблись. Все. Все. Полиция. Видимо, они в редакции. Прочухали, что он за мной следит. И хватились, что его долго нет. Мамочка. А что делать теперь? Сейчас, сейчас, сейчас. Алло. Алло. Да, Зайенька. Дима, ты где? Я где-где? Я в этом? В ресторане. Сижу. Кофе. Кофе пью. Я тебе перезвоню. Лева, а ты не знаешь, где этот Дмитрий Владимирович? Он был здесь недавно, но ушел куда-то. Куда-то. Ну, наверное, завтра узнаем из газет, куда. Так, 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 так. Его надо... Его надо в ресторан. А там разберемся. Взяли, Томара Петровна. Я же звезда. Я же звезда. А может, сразу к Нагиеву домой сходим? Давай я сам позвоню. Пугачева или Леди Гаги. Давай, поехали. Э, э. Поехали. Милицейские полицейские. А ну, постоять. Самый короткий побег в мире. Лева. Максим. Не знаю, что случилось, но у Андрея Федоровича этот раз твои вегетарианские рулетики не понравились. Офигеть. Я сделал, как он просил. Рулетики без мяса. Максим, он просил сделать, как утром. Может, ты какую-нибудь приправу не положил. Или... В общем, вспомни, пожалуйста. Кто же мне вегетарианец? Хочет, как утром, пожалуйста. Сделай ему с говядиной. Ой-бой, разве так можно? Ну, давайте тогда я за морковку оплачу, а вы мне принесете говядину. Ой, гурпкаларлар. Очень хорошо, что привезли его прямо сюда. Никогда бы не подумал, что он реальный шеф-повар французского ресторана. А я вам говорил. Нам бомж на Киевском вокзале говорил, что он министр финансов. Документы надо с собой носить. До свидания. Всего доброго. А вы решетки на окна поставьте. Нам помогает. Обязательно. Спасибо, хорошего. Ну все, отдыхайте. Альберт Игоревич. Да. Когда меня, наконец, выпишут? Голубчик, ну. Ну, после ваших пробежек вы у нас минимум на недельку должны задержаться. Давление с вашей надо устаканить. То нас качет у вас, как вы в окошко. Все, все. Я вас очень прошу. Расслабьтесь, отдыхайте. Хорошо? Я вечером загляну еще. Сейчас чайку вам принесу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Алло, Виктор, здравствуйте. Это Елена. Как дела у вас? Отлично. Задержан при попытке к бегству. Я все уже знаю. Я к вам приеду. Что привезти вам? Все, что летает, бегает и прыгает на вжареном виде и с соусом. Он с таким аппетитом ест, аж трешит за щиками. Русский язык в луче. Трешит не за щиками, а за ухами. Что там такое? Вегетарянец, мясо за обе щеки наворачивай. Как мясо? Максим, ты положил ему мясо? Да он рад. Не расстраивайся. Как ты мог? Вегетарянец, мясо за обе щеки наворачивайся. Максим, как ты мог? Подсунуть вегетарианцу мясо? Да, Макс, ты что, совсем что ли? Это ведь мясо, а не яд. Настя, ну это же всего лишь мясо. Всего лишь мясо? Костя, ты думай, что ты говоришь. Вообще-то, Макс, Настя права. Ты думай, что говоришь. Он сам захотел. Без мяса ему не понравилось. А, не, ну если ты так видишь, Настя, он сам захотел бы... А если он попросит его зарезать? Ты пойдешь и тоже его зарежешь, да? Настя, по-моему, ты перегибаешь. Настя, по-моему, ты немножечко... Вегетарианцу мясо. Вот ты где. Ну и где ты ходишь? Я тебя уже час жду. Да, да, правильно, правильно. Я в этом... В холодильнике сижу. Там надо проверить сохранность продуктов. Ох и вонь у нас там, ребята. Дим, я что, похожа на дуру? Пойдем вместе посмотрим сохранность продуктов. Занька, не надо. Там и воняет, и холод потом. Потом подцепишь что-нибудь, сопли до пупа. Ну и кто она? Кто из официанток? Черненькая? Да черненькая эта с ноздрями. Ах, допусти. А вы что тут делаете? Знаете что, Кристина Семеновна, мы так не договаривались. Я думал, ваш муж шоумен, а он оказался настоящий головорез. Я не понял. А ты что, знаешь этого чудака? Я... Я частный детектив. А, вот оно что. Оказывается, вы, Кристина Семеновна, наняли частного детектива следить за мной, да? Я думал, что это журналист. Ты понимаешь, тупой башкой, а? Его убили бы просто-напросто. Не я, конечно. Вот эти вот красивые парни. Я не думала, что все так получится. Я сейчас все решу. Скажите, пожалуйста, я надеюсь, двойной... Тройной гонорар поможет загладить мое вино? Нет. Видишь? Видишь? Ветерной поможет. Вот. Вот, Димечка, я же сказала, я все улажу. Можешь дать мне свою кредитку? Правда? Можешь дать мне свою кредитку, а? Андрей Федорович, добрый день. Добрый. Проходите, присаживайтесь. А, я еще раз хочу принести вам извинения от всего нашего ресторана. И если вы дадите на второй шанс, я лично прослежу, чтобы вам не положили ни грамма мяса. Нет, 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 спасибо. Я как раз зашел к вам для того, чтобы отведать какой-нибудь сочный, зажаристый стейк. Стейк? Стейк. Очень смешная шутка. Я вполне серьезно. После вчерашних ваших рулетиков с мясом я как-то ощутил себя бодрее, энергичнее. Я пересмотрел свои взгляды на питание. Зачем отказывать себе в удовольствии? В жизни и так мало радости. Что такое человек? Человек — это набор привычек, стереотипов, ценностей, личных убеждений, которые он вырабатывает годами. Но вдруг случается какая-то ерунда, и привычки меняются. Я думаю, что в этот момент рождается новый человек. Порой мы меняемся благодаря нашим любимым. Алло, курочка моя. Как ты, зайка? Я сейчас приеду. Соскучился. Иногда человека могут изменить даже люди, которых он раньше просто не замечал. А еще бывает так, что кто-то меняет тебя, а ты меняешь кого-то. И вот тогда рождаются два новых человека, которые теперь будут сами меняться ради друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова